Здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Как только я начинаю где-то что-то снимать, обязательно гум-шум. Что-то строят, что-то режут, деревья режут, дороги ремонтируют и так далее, и так далее. Пошел опять мелкий дождь. Ну, что поделаешь, осень. Вот, я вас приглашаю на свой канал. Заходите, пожалуйста. Обещаю прекрасное видео о жизни моей, о жизни в Москве, о интересных достопримечательностях, как о буднях наших. Заходите, жду вас в гости. Я нашла вот такой уголок, где еще зеленое место, эти ивушки зелененькие. И вот здесь так разукрашено. Это какой-то, не пойму, что. Ну, какое-то здание. Ну, очень красиво. Вот, видите, деревья еще не все пожелтели. Ивушка стоит зеленая-зеленая. Красивый такой уголочек. Вот я к нему специально подошла, чтобы показать и вам, и себе, что еще не все потеряно. Еще осень не вся сбросила. Еще и деревья не все сбросили свои очень красивые листья. А сейчас мы находимся на этой станции метро. Вот тут пролетарская у Новоспасского монастыря мужского. Это исторический мужской монастырь русской православной церкви. Расположенный в Москве, ну, на Таганкой-Крутицком холме. Берега Москвы-реки. И здесь он своей тесной связью с родом Романовых. Архитектурный ансамбль сформировался в 17-18 веках. Старинный мужской московский монастырь. Место во всех отношениях великолепное. Как для светского человека с уважением и интересом относящегося к русской истории, так и для православных христиан. Интересное место, интереснейшее место 14 века, начавшего свое славное восхождение, связанное со многими политическими деятелями и православным священством. Усыпальница в семье Романовых, в нижнем храме Романа, сладкопевца, отлично сохранившийся Троицкий собор и много святынь. Очень советую, можно взять экскурсию по монастырю за 3 тысячи или собрать группу, почти даром получится. Эксусоводы отличные. Можно помолиться и приложиться к чудотворной иконе Всецарицы, исцеляющей всякий недуг. Здесь есть собор с большим иконостатом пятеро передов, древними оригинальными иконами, стены расписаны фресками 16-17 веков. Проходят службы. Место, намоленное веками. Очень приятно прогуляться по саду. Красивый ландшафтный дизайн. Есть музеи, экскурсии по территории. А также бывают паломнические поездки по святым местам. Трапезной можно покушать вкусной домашней еды или просто выпить чаю с пирожками, отдохнуть. На сайте монастыря можно узнать подробную информацию. Рядом есть пруд с дорожкой, вокруг него очень умиротворенное место. А территория, утопающая в цветах, аллея памяти царской семьи. Древняя история и настоящая. Здесь усыпальница бояр Романовых. Я уже говорила об этом. Очень хочется, чтобы побыстрее собрали деньги для реконструкции храма. Хор поет необыкновенно. Мужской хор Новоспасского монастыря. На молебне и литии тоже прекрасно поют. Все мне там нравится. Всем советую посетить это историческое место. Отсюда начиналась, можно сказать, Москва-Романовская. Прекрасный монастырь, имеющий огромные традиции и очень интересную территорию. Пройдясь по ней, человек может многое перечерпнуть в духовном плане и в эстетике историческом. Очень душевная атмосфера, прекрасная роспись в зимнем храме, чудотворная икона Богородицы Всецарицы. А на территории вот такие зверюшки, белочки там, белка в колесе. Вот она выглядывает из колеса, носик свой показывает. Интересно так очень даже. Забавно смотреть на это все. Оазис тишины и умиротворения. Я не религиозно, но красивые храмы и церкви, как и архитектурные памятники, мне очень даже нравятся. Этот необычный комплекс и в том числе. Монастырь был основан в 13 веке святым благоверным князем Данилом, сыном святого Александра Невского на месте занимаемом теперь Даниловским монастырем. Сын святого Данила Ивана Калиты в 1330 году перенес монастырь на Кремлевский Боровицкий кол церкви преображения период княжения Иоанна Третьего монастырь Третий и последний раз за свою историю переезжает в этот раз на так называемый Васильевский стан на берегу Москвы реки. Современный адрес монастыря Крестьянская площадь 10. На сегодня у братья монастыря 25 человек Каменные стены монастыря возведены в 30-х годах 17 века По указу царя Михаила Феодоровича монастырь был оснащен пушками пищалями порохом В обители в обители самые старые старые полностью сохранившиеся стены из всех московских монастырей Только два монастыря изначально имели боевые стены которые выдерживали пушечный выстрел Второй Симонов монастырь На сегодня стены защищают обитель от холодов Они создают особый микроклимат при котором температура на территории монастыря немного выше чем за его стенами Это позволяет в монастырском саду произрастать южным растением Сначала монастырь именовался великокняжеской обителью а в 17 веке стал царской комнатной обителью Спасопреображенский собор начал строить над гробами своих предков первый из Романовых Михаил Федорович Извершил дело его сын царь Алексей Михайлович Во время войны в 1812 года обитель была полностью разграблена уничтожена Самое отвратительное что французы зная что здесь похоронены знатные люди перерыли все могилы разбиты усыпальницы чтобы хоть как-то обогатиться входим на территорию которая ухоженная оригинально сделаны бордюры из необработанного камня дорожки замостили красиво там за последние 20 лет в Новоспасском монастыре создан прекрасный сад здесь самый большой розарий в Москве и несмотря на немалое количество людей тихо и спокойно немного кое-где сквозные проходы между храмами перекрыты обходили это плохо что перекрыт да было перекрыто но все в шаговой доступности ну вот имеется и живой уголок много белочек а рядом красивые декоративные кормушки для птиц детям забавам да и взрослые не против посмотреть на белок колокольна Новоспасского монастыря вторая по высоте колокольни Москвы ее высота составляет 78 метров выше ее только Иван Великий в Кремле на подходе к храму видим поминальный крест в сентябре 1998 года крест был воссоздан на территории Новоспасского монастыря после метарства восстановить его удалось просто чудом по эскизу Воснеццова который странным образом уцелел это длинная история его происхождения храм храм многоуровневый непривычно все обустроено и этими привлекает оттуда оттуда даже больше на музей какой-то похоже усыпальница бояр романовых растений с трудом я это снимала но все равно смогла как-то снять здесь очень очень интересно над входом в усыпальницу в усыпальницу Романовых образ спасителя здесь таинственным образом окончила свои дни и погребена монахиня Досифея княжна Тараканова дочь Елизаветы Петровны и внучка Петра Великого здесь также покоится Марфа мать первого самодержавца из рода Романовых Михаила Федоровича и его дочь Ирина в 1918 году обитель превратили в концлагерь как бы в филиал таганской тюрьмы которая находилась неподалеку сперва концлагерь был мужской потом сюда стали привозить женщин и детей здесь же в обители людей расстреливали заставляя сперва самым вырыть себе могилы в Москве под концлагеря были перебородованные три монастыря новоспаски ивановские и спаса андроников чудовищные факты которых вообще замалчивают в советские годы его прикрывало фанерный щит с лозунгом дома культуры вместо монастырей в 1950-е годы в 1950-е годы безо всякого внешнего воздействия вывеска упало открыв чудесный мозаический образ спаса нерукотворного интересно и информативно это наша русская история в подлиннике учащимся старшим классом будет интересно когда-то в Преображенском соборе находился архив НКВД именно это и спасло храм от полного разорения и уничтожения в 20-м веке часовинка романа сладкопевца у подножья собора это не совсем часовня а вход в усыпальницу Романовы но обычно он закрыт и люди входят в нее через церковную лавку слева часовня из красного кирпича предположительно была возведена сто лет назад к 30-летию дома Романовы вот видите я хлебушек купила хлебушек это горчичный ну и как всегда спасибо за просмотр спасибо что со мной спасибо большое что заходите на мой канал и смотрите мои видео подписывайтесь на мой канал пожалуйста смотрите видео от начала до конца я вас очень-очень прошу ставьте лайки пишите комментарии вы на канале сборная солянка Машенька Машуня Черняк пока-пока всего хорошего пока-пока субтитры